МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интересно, как там Марс в Амстердаме сейчас? Наверное, из студии не вылезает. Ну да, что ты? Не знаешь Марса, что ли? Гуляет по кварталу с красными фонарями, девчонкам зубы заговаривает. Эй, чуваки, как вы тут? Вы там, а я тут, и я знаю, что меня ждут. Стану звездой, и вы поймёте, что мои песни не отстой. Слышишь, знаешь, даже у Марса лучше получалось. Ну, извини. Костя, надо письмо ему написать. Давай. Так, дверь закрой. Ну что же, ребят, принимайте, так сказать, гостей. Ну, вообще-то, никого не ждали. А вас никто и не спрашивал. Этот абитуриент будет жить с вами. Ай, с вами. Понятно. Это Личен, я Костя. А тебя как зовут? С вами. Это мы уже поняли. А как зовут тебя? С вами, с вами. С вами. Ясно. Извините, может быть, может, не надо вы к нам, а? Да, я смотрю, он по-русски-то не очень, может, и не поступит ещё, и потом Марсель может вернуться. А, ой, Марселю здесь делать нечего, ему и там хорошо. А вот с вами будет жить с вами. С вами будет жить с вами. С вами, с вами. Понял меня? Личен, звони в скорую. Действительно. Ребята, ну, ребята, не надо никуда звонить. Меня так зовут. С вами. С вами. Я из Индии, и буду жить с вами. С вами. Ну, в общем, счастливо оставаться. С вами. Я из Индии, и буду жить с вами. С вами, не понимаю, не понимаю, яй, 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 позвание резиновая. Поноехали тут, поноехали тут, тут- тут, поноехали тут, поноехали тут… Доброе утро, Павел Ильич. Здравствуйте. Вы по делу? Или чайку попить? По делу. У нас кондиционер сломался, так что, если у вас есть водичка холодная. Конечно, конечно. У меня с шахматного турнира две упаковки осталось. А кондиционеры? А кондиционеры мы на турнир не покупали. Как вам вообще шахматное соревнование? Прекрасно. Вы знаете, просто прекрасно. Да, вот если бы только не эти демонстранты. Всю малину испортили. А по-моему, все было замечательно. Вы знаете, любая акция, пусть даже хорошо спланированная, не могла помешать такому прекрасному мероприятию. Да? А руководство этой акции ксенофобов недовольно? Ксенофобия? Да, согласен. Ксенофобии нужно бороться. Кстати, а никаких массовых мероприятий в ближайшее время не предвидится? В ближайшее время нет. Жаль, жаль. Молодежь должна общаться друг с другом. Нужно нести, так сказать, культуры в массы. Ну, я пойду. Что у нас с кондиционером? Вы не волнуйтесь, мы что-нибудь обязательно придумаем. В крайнем случае, свой персональный вентилятор отдам. Спасибо. Всего хорошего. Так, учитываем внутрисубъектный фактор и систематическую ошибку. Бинарную переменную. Ага. Вот, Варвара Петровна. А, что? Бинарная перемена? Это не надо записывать. Рыба проекта у меня уже почти готова. Осталось опросить студентов, узнать их отношение к ксенофобии. А потом включить данные опроса в проект и разработать программу дальнейших действий. Опрос студентов можно поручить Двориной. Она их опросит. А она уж их так опросит. Да-да. Решено, так и сделаем. Значит, сейчас я иду к Двориной. А вы, вы составьте план работы над проектом. Хорошо. Халил в тып решает. Давай без десяти возле входа встретимся. Я еще хотела в библиотеку сходить. Ну, это у Халилы потом спросишь. Да, кстати, твой Сушина обещал вечер позвонить. Хотел с тобой лично поговорить. Хаджи Мурат, привет. Здорово. Привет, Диана. Привет. Слушай, ты сегодня экономику сдавать будешь? Будет, будет. Она уже опаздывает. Пошли. Пошли. Но ты бы еще на зажигалке воду кипятил. Ну, что это за премудрости? Это не премудрость. Это искусство заваривания чая. Кунг-фу-ча. Вообще-то, чай заваривается на древесном угле. Да ну, заморочки какие-то. Это что, чтобы утром чаю попить? Что, затем навставать надо, да? Чай — это взаимодействие воды, огня, пространств и состояний. Все это должно быть сбалансировано безмятежной внимательностью человека. Это ты сейчас вообще с кем разговаривал, а? Ленечек, ну давай простой газировки попьем, а? Пожалуйста. Нет. Пока ты не почувствуешь мировую гармонию, смену инь-янь, я тебя не отпущу. Понюхай. Это улунский чай. Луч! А этот чай придает бодрости. Бодрости придает настой из мухоморов. Вот ты знаешь, как берсерки? Пили его и сразу шли в бой. Бер-кто? Берсерки, темнота. Это что-то вроде твоих самураев, только древний скандинавт. Что? Они перед каждым боем употребляли наркотические вещества. Их глючило, они врагов рубили, а им казалось, что они от комаров как будто отмахиваются. Очень занятно, пробуй. Слушай, а ничего так. Как ты говоришь, это называется? Суньфик-чай? Кунфу-ча. Ты пей, а я тебе расскажу о династии Цинь. Привет, Тамара. О, привет, Оксаночка. Дай мне, пожалуйста, буханку черного и масла. Так. Черного и масла. 24 рубля. Слушай, а почему так мало, а? А как же специи, картошка, мясо? Настроения нет, не хочу сегодня готовить. Эй, 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 нельзя такой красивой девушке грустить. Хочешь, я тебе с ужином помогу. А как? Ну как, приглашу тебя в кафе, прям сегодня, да? Ой, нет, сегодня я билеты учить собираюсь. Что там учить тебя? Ты и так все прекрасно знаешь, ты же умная девушка. Ну давай завтра пойдем. Амар, я подумала, ладно? Думай, хорошо, думай. Давай думай, думай. А я все-таки зайду завтра, хорошо? Амар, ну ты заходи, но я ничего не обещаю, ладно? Хорошо, хорошо. Через сорок минут Халил приедет. Значит, через полчаса я должна встретиться с Хачиком возле университета. Диана, долго мы еще от твоих братьев прятаться будем? Я не знаю. Боюсь, что... А ты не бойся, я же рядом. Я не представляю, как им сказать о том, что мы с тобой встречаемся. Зато я представляю, честно и откровенно, и я скажу. Ну, Костя, ты же понимаешь, они от нас с тобой мокрого места не остались. Диана, ты пойми, я даже с тобой поздороваться нормально не могу, когда рядом с тобой твой этот церковь. Хаджик не церковь. Он меня оберегает. Прости. Но я решил, я поговорю с твоими братьями по-мужски. Да что же, они не любили, в конце концов? Костя, ну не надо так. Зачем торопить события? Давай пока так, и пожелай. Как так? Как воры! Тяжком, ползком, да под пустиком. Я им сегодня все расскажу. Прямо сейчас Халилу позвоню и назначу встречу ему. Подожди ты. Садись. Зачем рубить с плеча? Нужно действовать с умом. У меня есть план. Так, и в-третьих, не забудьте принести ко мне результаты опроса. Ой, господи. Что вы все записываете, а? Всего три пункта. Ну, понимаете, к любой работе нужно относиться ответственно, особенно если это работа, касается работы со студентами. Так, но вы же все равно с ними общаетесь. Вот и поговорите, разузнайте у них, как они относятся к этой проблеме. Какие психологические предпосылки к ксенофобии. Все не так просто, Надежда Евгеньевна. Понимаете, они почему-то избегают разговоров со мной. Хорошо. Мы сделаем этот опрос обязательно. Я им так и скажу. Кто не пройдет опрос, значит, не будет допущен к экзаменам. Заодно вы выясните, почему они не хотят с вами общаться, да? Ну, вот и вы говорите, работы мало. То это сделает, то то. Что-что? А, да, конечно. Я все сделаю. Прекрасно. Значит, приступайте прямо сейчас. Хорошо. Мне еще надо курсовые просмотреть. Что-то я устала в эту сессию. Хотите об этом поговорить, да? Спасибо. Чувствую себя просто прекрасно. Ну, да. Хаджук, скажи Халилу, что я, что я в туалет зашла. И ты меня поэтому будешь возле входа ждать. Да, ждите меня на парковке. Я через пять минут где-то подойду. Давай, пока. Счастливая ты, Оксанка. Можешь краситься, когда хочешь, где хочешь. А я все прячусь. Могу-то могу. Только для кого? Ладно, я побежала. Меня Хаджик ждет. Знаешь, мы с Костей придумали одну вещь. Хоть бы сработало. Ладно, я тебе потом расскажу. Все, пока. Ты уверена, что это сработает? Я же знаю своих братьев. Ну, по крайней мере, хуже точно не будет. Ну, что ж, я надеюсь на тебя и на русский авось. И на восточную хитрость. Вот они. Я пошла. Привет, Дианка. Привет. Ты уже освободилась? Да нет, мне еще один зачет надо сдать. И в библиотеку я хотела сходить. Халил, привет. Хаджик Мурад, здравствуй еще раз. Я это. Диан, давай сходим куда-нибудь сегодня вечером. Потанцуем. Она не танцует. Ага. Ну, ладно. Тогда, может, кафе, а? Что за наглость? Какое кафе? Никуда я с тобой не пойду. И не надо ко мне больше подходить. У меня жених есть. Ты плохо слышал? Гуляй отсюда. И чтобы мы тебя больше с ней не видели. Да ладно, ладно. Не повезло. Умница, сестричка-то. Взрослеет девочка. Короче, понапихал я шпор штаны. Думал, пронесет. Только собрался в аудиторию входить, а они бац, выспались все. Ну, прям, конечно, в крик, приходите осенью. Разговаривать с набитым ртом неприлично. Вот ты пьешь свою гадость. Вот и пей. Это, между прочим, не гадость, а витаминный коктейль. Из сельдерея со шпира. А, ладно, пускай травится. Шпору надо зашивать в руках. Да? Самому все надо было учить. Ой, какая ты умная, а? А мне некогда. Я, между прочим, даже спать не успеваю. А я думаю, что это он храпит, как слон. А это, оказывается, бессонница. А когда вы к двориной пойдете? Я что, похож на самоубийцу? Вы что, не слышали? Она проводит социологический опрос. Я согласен с мнением большинства, так ей передай, я не пойду. Не пойдешь ты, как же. Орлова сказала, кто не пройдет опрос, к экзаменам не допустит. Приехали. А когда билеты учить? А когда шпоры писать? Нет, ну, застрелиться или отравиться. Ты отравы у нее глотни. Мужики, короче, дело есть. Слушайте, вот здесь хорошо. Очень хорошо. Но построже. Построже, ладно? Ладно. Так, держать. Поосторожнее нельзя. Ничего, ничего, я вам помогу. Спасибо. О, я вижу, проект идет полным ходом. Мы, как некоторые, на месте не топчемся. Вот и спонсорские денежки скоро будут у меня в кармане. Ну, у университета. А, то есть у нас. А вот вы, Павел Ильич, не имеете к этим деньгам никакого отношения. Ну, а я вам могу помочь, так сказать, на бурдершафт. То есть вместе. Не нужно. Это моя идея. И сливки с нее буду снимать я. Сама. Надо же. Такие денежища и мимо. Что-то с этим надо делать. Сонечка, а помогите мне, пожалуйста. Да, а что? Вы знаете, мне нужно на ком-то потренироваться, чтобы окончательно сформулировать вопрос. И вы не могли бы мне в этом помочь. Пожалуйста, Галина Григорьевна. Садитесь. Там. Да. Спасибо. Итак, Соня, как вы относитесь к ксенофобии? А что это такое? Ну, это когда... Ну, в общем, это когда ненавидят людей за то, что они чем-то отличаются. Ну, например, например, цветом кожи. Ну, это же ужасно. А, то есть, вас лично как-то коснулась эта проблема, да? Меня? У меня нет. Ну, вот, может быть, Марселя. Так. Ведь он же африканец. А как же он там без меня? Как вы думаете, он по мне скучает? Сонечка, вы хотите об этом поговорить? Да. Так. Замечательно. Слушаю внимательно. Так. Ведь он же со мной ухаживал. Так. А потом этот контракт, и он уехал. Так. И у нас так ничего не началось. Хотя, конечно, началось, но... Так, 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 так. Но не так, как мне этого хотелось. А, понятно. Ну что, как и говорили, давай не пугай. К черту. Дяночка, здравствуй. Привет. Это тебе. И пусть, пусть твоя улыбка будет такой же сладкой, как эти чудесные конфеты. Варя, ты адресом не ошибся? Хаджик, не надо. Видишь, Женя совсем заучился, голову потерял. Я голову потерял твоей красоты. Ой, Женя, Женечка, убери конфеты, пожалуйста. Они мне ни к чему. Ты оглянись вокруг. Сколько замечательных, свободных девушек. А у меня, извини, у меня и Женя. Ну что ж, пойду, спрыгну, спрыгну с крыши. Меня отвергла самая красивая и самая честная девушка, вы не рстете. Иди, иди. Тебе помочь? Молодец. Как ты вотшил это? Так и должны поступать порядочные девушки. Так и ответственность у меня стало. Мне приятно, чтобы тебе все глупые мысли из головы вылетели. Молодец. Пойдем. Ну, вот это вкратце то, что я хотела вам рассказать. Понятненько. Вы знаете, выговорилась и прям как-то легче стало. Это хорошо, Сонечка. Ну, а как же ксенофобия это? Да какая уж здесь ксенофобия, Галина Григорьевна. Вы же видели, чем у меня голова забита. Ух ты. Давай попробуем. Ты что, задурел, что ли? Извини, я думал, ты Костя, сосед. Да, я сосед, но я не Костя. Раз сосед, тогда за знакомство. Да хватит уже. Ты понимаешь, это в Индии у них традиция такая, так прописываются. Да, это традиция. Вода смоет все разногласия между нами. Брат, прошу к столу. Традиция? Да. Ну, традиции нужно уважать. Конечно. Я всегда рад приобщиться к новой, незнакомой мне культуре. Ленчик, ты это уже пробовал? Вот так, вот так. Осторожнее, осторожнее. Это одна из поз йоги, называется артха бахтха пата утана сана. Эй, с вами, ты там с руками поосторожнее, это моя девушка. Извини, я ничего такого не хотел. Да ладно, Ленечка, расслабься. К тому же, это намного интереснее, чем чаепитие. Кстати, о чае. У нас же тоже есть чайные традиции. Ты пила уже чай с слоном? Пока нет. Я пока только с китайцами. Я тебя научу, это так просто, так вкусно, вообще. Так, а давай-ка я тебя с Лиснянским познакомлю. Еще один сосед? Ну, пойдем. Ты что? Женечка, 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 перестань дуться. Вот, лепешечек лучше попробуй. Ты что делаешь? Лепешечек попробуй. Да, пхатура, вот, паратха. Кошерного ничего нет? Вот, пудло. Женя, не злись, не будь пудлой. Блин, я чуть не забыл, мне же надо Костянову пьесу разыгрывать. Черт! Хозяева где? Вон там. Спасибо. Всем приветики. Дианка, радость моя, веселишься? У-у-у. Вижу, не очень. Потрясно сегодня выглядишь. Я ее украду. На минуту. Что? Владимир, не надо. Я все равно с тобой никуда не пойду, ни на минутку, ни на секунду. Даже в кино? Тем более, у меня есть жених, и гулять ни с кем я не собираюсь. Вот. Понял? И передай остальным. А то урожайный день сегодня выдался. Понял, понял, понял. Не дурак. Замираю в глубоком партване. Больной какой-то. Угу. И как ты с такими придурками учишься? Да я уже привыкла. Сейчас не обращай на них внимания, вот и все. Правильно. Молодец. Да ладно тебе, Ли Чен. Ты знаешь, этот с вами, похоже, нормальный парень. Он мне столько интересного про Индию рассказал. А я что, тебе мало про Китай рассказывал? Ну, наоборот. А ты знаешь, что самое интересное? Ваши культуры так похожи. Ну, про Китай мне, конечно, интереснее. Расскажи мне что-нибудь про Китай, пожалуйста. В 1282 году до нашей эры. Вкусно. А раньше ты так не готовила? Ай, стараюсь, читаю новые рецепты, в общем, готовлюсь к семейной жизни. Надо же, а раньше б врыкалась. Ай, глупая была, глупая. А вот теперь все осознала, и так хочу замуж. Жду не дождусь, когда же я окончу университет, чтобы скорее поехать домой и жить с мужем, рожать и воспитывать детишек. В общем, чай подавать. Что это? Что, что? Переходный возраст закончился. А-а-а. Приятного аппетита. Значит, вы считаете, Володя, что проблемы ксенофобии в нашем университете нет, да? Считаю. В нашем международном вузе ксено... ксенофобия — это вообще... Ксенофобия, угу. Все равно, что ненавидит самих себя. А, хорошо. А что вы скажете о происшествии на шахматном турнире? Да это вообще придурки какие-то. Угу. Делать им нечего. Вот если бы они сессию сдавали, тогда бы у них не было времени на всякие глупости. А-а. То есть вы хотите поговорить о ваших проблемах, да? Знаете, хочу. Замечательно. Слушайте. Во-первых, очень высокая учебная нагрузка. А, хорошо. Продолжайте. Очень плотный график зачет. Так. Не успеваешь ждать один. Глядь, второй завален. Вы с Дианой не опоздаете? Я тут подумал. В общем, Дианочка у нас девочка умная, с характером. Сам знаешь. Раз сказал, что замуж выйдет и что ей не нужны всякие ухажеры, значит так и будет. Ты к чему клонишь? Сам видел, как она всяких этих желторотиков отшивала. Мне кажется, можно ей доверять. Ты хочешь Диану одну в университет отпустить? Ну да. Ну сколько можно на ней следить-то? Даже стыдно как-то перед людьми. Как будто мы родной сестре не доверяем. Ладно. Дело говоришь, брат. Пускай в университете одна будет. А то, что в общежитии отключали свет и воду. Так. Вот это действительно проблема. Да, и пусть в каждую комнату проведут телефон. Вы это, пожалуйста, запишите. Но ведь это не имеет отношения к проблеме к ксенофобии. Как это не имеет? Самое прямое отношение имеет. Было бы нормальное отношение к иностранцам, условия были бы соответствующие. А нетушки, никому нет дела до наших проблем. А у вас есть проблемы? А вы думаете, все так просто? Я, знаете ли, не расту в карьерном отношении. У меня была мечта стать телепродюсером, стал работать на нашей телестудии. Или студии, и как-то не пошло. То ли от того, что опыта маловато, то ли... А мне ведь уже 23 лучшие годы позади. И где они прошли? За партой. А должны были пройти на кастингах среди молоденьких актрис. Не бы ваши проблемы. Ну, иду, иду. Не хочу никого видеть. Привет. Привет, а это что? Сюрприз. Думал, просто розы тебе купить, а потом решил сооригинальничать. Это вот эта петрушка, это укроп, это лук-порей. Ой, Мар, спасибо тебе большое. Ну что, но не надо больше мне таких сюрпризов, ни овощных, ни плодово-ягодных. Почему? Ну, потому что не надо, и все. Аммар, я в универ собираюсь, мне некогда. Ладно. А вечером увидимся. Вечером? Я, я тебя вечером в кафе приглашал, ты забыла. Ну, если честно, да. Ну, а вот я напоминаю. Значит, вечером увидимся. Ну, хорошо, должны же мы с тобой поговорить, наконец. О чем? А вот вечером ты все и узнаешь. А потом был Анри. Француз из Самарии. Он был такой лев. Я себя чувствовала с ним, как на сафари. Что говорится? Ой, а что же вы стоите-то? Садитесь. Что же вы встали? У вас же кофе стынет. Да. И что дальше было? Ну, что дальше? Дальше все, как у всех. В постели с ними со всеми хорошо, но поговорить не о чем. Вы знаете, Галина Григорьевна, мне вообще кажется, что нет на свете, не осталось хороших парней. Да. Вы знаете, вот, Симоночка, вот здесь я с вами абсолютно согласна. А вот еще история была. Мой ухажер из Пакистана. Ну, вы записывайте, записывайте. А, а, да бог с ним, с опросом. Вы рассказывайте. Ну вот, и этот ухажер из Пакистана. Костя, а в общежитии есть проблемы? Нет. А, ну, может быть, учебная нагрузка? Да, нормальная учебная нагрузка. Ну, я не знаю, может быть, вы мечтаете стать телевизионным продюсером? Калина Григорьевна, все у меня нормально, нет у меня никаких проблем. А, может быть, несчастная любовь? Да нет, у меня все нормально. Точно? Ну, вот у одной моей подруги... Так, подруга, слушай внимательно, вас. Ну, одна моя подруга влюбилась в очень хорошего парня. Этот парень влюбился в другую девушку, ее подругу. И она ревнула. Подруга? Ну, да. И что? Галина Григорьевна, я не могу их видеть вместе. Кого, подруг? Да причем здесь подруг? Его и ее. Что, сработало? Сработало. Котормой нейтрализован, так что я свободна, как ветер. Иди сюда. Тихо. Исключено то, что они наблюдают за мной. Ну, втихаря. Ну, понятно, что они шплены какие-нибудь. Насколько я знаю, у твоих братьев они ничего не делают наполовину. Раз отпустили, значит отпустили. Так что, гуляем? Гуляем. Только после зачета. Ну, конечно, конечно. Галина Григорьевна, ну вы представляете, захожу в аудиторию и вижу, что на Лиске точь-в-точь такая же юбка, как у меня. Как она посмела. Мы же еще вчера договорились, что я сегодня иду в Розовом, а она завтра. Да-да, я понимаю. Проблема, скажите, пожалуйста, а вот проблема? Да вот это и есть настоящая проблема. У нас чуть третья мировая не началась. А, понятно. Этот университет для нас золотое дно. А когда следующую акцию-то проводить будем? Да тут хоть каждую неделю проводи. За чистоту русского языка. Против привлечения иностранной рабочей силы. Против смешанных браков. За свободу с секс-меньшинством. Ты что, совсем с ума сошел? Какие секс-меньшинства? Против нац-меньшинств. Вот на этом мы деньги заработаем. Галина Григорьевна, как идет опрос студентов для проекта по борьбе с ксенофобией? А хотите об этом поговорить? Нет, я хочу об этом послушать. Да, конечно. Я опросила около тридцати студентов. И вы знаете, это было прекрасно, потому что каждый из них хотел со мной поговорить о своих проблемах. Отлично. Отлично. И как студенты относятся к проблеме к ксенофобии? Так вот, о своих проблемах. И послушайте, что волнует наших студентов. Значит, шестнадцать жалуются на отсутствие личной жизни. Вот. А одиннадцать девушек жалуются на недостатки своей фигуры. Причем девять из них... Так, стоп. Галина Григорьевна, соберитесь. Я спрашиваю про ксенофобию. Как студенты относятся к этой проблеме? Ну вот, проблема. Значит, двадцать семь из тридцати жалуются на переутомление в связи с наступающей сессией. Понимаете? Двадцать семь из тридцати. Это же очень большая цифра. И мне кажется, вы, как декан... Хватит! Меня сейчас интересует только, как студенты относятся к проблеме к ксенофобии. Ну, ну что ж. Дело в том, что мне кажется, что для наших студентов проблема к ксенофобии просто не существует. Что? Как это не существует? Ну, конечно, они негативно относятся к ксенофобии, но у них голова забита своими проблемами. У них столько всего своего, что они не то, что ее не страдают. Они просто даже о ней не думают об этой проблеме. Вот. Поэтому мне кажется, что в нашем университете этой проблемы не существует, если, конечно, ее искусственно не создавать. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Что-то у меня какой-то хилый журавлик получается. Больше на хромового воробья похож. Тише, не нарушай, тишину. Но мне же обидно. Вы все так красиво делаете, а я как домороченный зяблик какой-то. Не переживаю, у тебя все получится. Иди ко мне. Так лучше? Гораздо. Хорошо. А нет какой-нибудь такой методики, чтобы в комнате только двое были. Ну, по-моему, пасахаджи йоги. Да-да. Но это так скучно. Я предлагаю ядерный смячок. Знаете, мне тут одна идея в голову пришла. Мне надо в магазин сходить. Продолжим. Продолжим. Оксана, тебе ужин нравится? Да, спасибо очень. А я тебе нравлюсь? Да, очень спасибо. Это правда? Да. То есть нет. Омарочке я задумалась. Ты что хотел спросить? Оксана, ты весь вечер видишь в облаках. А тебя что-то тревожит? Нет, у меня все в порядке. Ты хотел что-то спросить? Спрашивай. Да. Я хотел спросить. Ты выйдешь за меня замуж? Ну, знаешь. Ты что себе придумал-то, а? Что? Ты кого из себя возомнил? Да что у нас с тобой может быть общего, а? Да что ты ко мне привязался-то, как банный лист? Да отлежишься от меня уже в конце концов-то, а? Ты куда, Оксана? Все! Оксана, постой! Что, плохо, да? Слушай. Скажи лучше, что сам Будда спустился на землю. Знаешь, я решила стать настоящей китаянкой. Я хочу постичь великую китайскую культуру. Наконец-то мы вдвоем. И с нами нет с вами. Валя, что вы делаете? А мы тебя ждем. Втроем же лучше. Что лучше? Втроем. Я пойду. А как же? Ты же сам говорил, что хочешь втроем. Я? Ну, а как же? Как же ядерный смычок, а? А-а-а! А я вообще, что подумал такое? Да, 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 да. Представляете, Сонечка? Проблемы ксенофобии в нашем ВУЗе напрямую никого не касаются. Никто не является ксенофобом, и никто не является жертвой ксенофобии. Галина Григорьевна, но ведь это же хорошо. Да, а что я в отчете-то писать буду? Черт побери. Про сафари, розовые юбки и несчастную любовь, что ли? Ну да, про любовь. Я бы почитала, интересно, наверное. Вы смеетесь, да? А мне вот не смешно совсем. Ну, напишите правду. Какую? Ну, что никого эта проблема не волнует, и что если людям все это в голову не вдавливает, то они даже и думать не будут про вот эту ксенофобию. Ксенофобию. Вот точно, да. И предложите свои методы борьбы. Да у меня нет никаких предложений, понимаете? Никаких. Ничего страшного, ничего страшного. Мы сейчас в интернете что-нибудь раздобудем. Да? Да. Ой, правда? Ну, давайте попробуем, Сонечка. Музыка. 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 Омар. Хлеба нет. Омар, но я хотела попросить у тебя прощения. Я в последнее время сильно нервничаю. Из-за экзаменов? Ну, из-за них тоже. Я сорвалась не по делу. Ты меня тоже, извини. Пристал к тебе. Знаешь, я очень хорошо подумал и решил, что рано мне ещё изъединиться. Вот. Ну, так значит, мир? Давай дружить. Конечно, давай дружить. Давай. Кстати, а дружба, предполагай, сам если не обедить? Так, ну, конечно. Я теперь постоянно буду тебя приглашать на что-нибудь вкусненькое. Ну, я сам неплохо готовлю. Да, вот ты когда-нибудь пробовал кубу? Нет, а что это? Ну, так я тебе и рассказал. Попробуешь, узнаешь. Ага, значит, я тебе не скажу, что такое смаженная картопля с цебулею. А я не скажу тебе, что такое лабам хами. А я приготовлю тебе жареные потапцы. Ну, не знаю, вкусно ли это жареные тапки. Отличный был день сегодня, правда? Я даже не заметил, как он пролетел. Ничего, теперь мы будем чаще видеться, и нам никто не помешает. Ну, что, до завтра. До завтра. Пока. Пока. Я пошел. Диан! Диан, я раньше освободился. По всему институту тебя ищу. Хаджик, привет. А я вышла как раз тебе позвонить. А ты сам спустился, здорово. Ну что, поехали? Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok